Это было, так сказать, давно. Я как-то подрабатывал еще в деревне, немного там в доме культуры. И приехали МЧСники проверять, ну, инспектора здания проверять. И как бы приехали, директора не было, а было. Только я, ну там слово за слово разговаривали, где учишься, где работаешь. Я тогда был студентом Кулешова, первый курс поступил на физкультурный. Ну, вот он говорит, не хочешь к нам попробовать? Я говорю, ну, можно было бы. И Михаил Коляда попробовал. От рядового до прапорщика мужчина дослужился за 14 лет. За эти годы не только звездочки на погонах прибавились, но и бесценный опыт. Спасатели отвечают за исправность техники и оборудования, ведь на пожаре важна каждая деталь. На кону самое главное – человеческая жизнь. Это было в Кличе, наверное, такой самый запоминающий случай, когда горела вся деревня практически. Там что-то пять домов, семь сараев, но неважно. Такой обширный, мы там целую ночь воевали, как говорится. Приехали без сил наутро. Ну, что делать? Восстановились и дальше пошли работать. Отличные результаты у старшего пожарного не только по службе, но и в спорте. Как сам признается, одно другому помогает. Хорошая физическая форма просто необходима в работе сотрудника МЧС. Боевка, каска, краги, на плечах кислородная маска. На себе приходится тащить больше 15 килограмм. Технически грамотный специалист. Зарекомендовал себя с положительной стороны. К выполнению должностных обязанностей относится добросовестно. Хороший человек в любой ситуации поможет. И не в рабочие моменты, не в рабочие дни тоже. Всегда придет на помощь. Если Михаил уже состоявшийся спасатель, то этим людям еще предстоит проверить себя на прочность в горячей профессии. Присяга вновь принятых на службу парней и девушек. Клянусь, надо соблюдать конституцию и законодательство Республики Беларусь. Выполнять уставы и приказы начальника высоко нести чести и достоинства работников, органов и подразделения по чрезвычайной ситуации. Защищать жизнь и здоровье людей. Территорию Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций и природного и тесноярного характера. Не обошлось на праздники без наград. Лучшим грамоты, медали и дипломы. Как и для всех, для спасателей города Бобруська год был непростой. Вместе с тем, исходя из сухих цифр, то нам удалось избежать серьезного роста пожаров и гибели людей. Есть небольшой рост на два человека в Бобруськом районе. Вместе с тем мы избежали крупных пожаров. Мы избежали крупных чрезвычайных ситуаций. В целом оцениваю ситуацию в части обеспечения пожарной безопасности города Бобруська, Бобруського района, как стабильную, управляемую. Спасатели это мужественные, отважные и самоотверженные люди. Они всегда там, где опасно. Цель и смысл их работы – человеческая жизнь. Результат – уверенность белорусов в собственной защищенности и безопасности. Хочу поздравить своих коллег, ветеранов службы, членов их семей с Днем спасателя. Пожелать традиционно сухих рукавов всем здоровья, удачи, счастья, благополучия. Чтобы в 2021 году наши усилия в части предупреждения пожаров и гибели людей принесли еще большие результаты, чтобы было снижение количества пожаров и количества погибших на них. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруськ, 360.